Это итоги недели в студии Юлия Евтушенко. Здравствуйте! А вот заголовки уходящих 7 дней. Предпраздничный шоппинг, туристический фаворит и стабильный подъем. ВВП Беларуси вырос за 11 месяцев. Какие показатели на высоком уровне? Новый этап электоральной кампании. В стране началось выдвижение кандидатов-депутатов. При голосовании буду обращать внимание на его трудовую деятельность в первую очередь. Чего еще ждут избиратели от народных избранников? Время сказки. Акция «Наши дети» заглянула в Бобруйскую специальную школу-интернат. Ни один ребенок не остается без внимания. Что принес добрый волшебник тем, кто верит в чудо? Витаминный парад. В Бобруйске стартовала продажа сезонных фруктов. Хочется хурмы, граната, так как летом этого нет. Какими лакомствами нужно запастись? Ты легальный, Дед Мороз? Инспекция МНС напоминает об уплате налогов в преддверии праздников и корпоративов. Физическое лицо должно осуществлять эту деятельность самостоятельно. Как не омрачить Новый год? Затяжные осадки, тракторный протест и черный бархат. Платье принцессы Дианы продано более чем за 1 миллион долларов. Во сколько раз превышена оценочная стоимость? Президент провел совещание по вопросам миллиараций и работы биотехнологической корпорации. В культуре земледелия Александр Лукашенко всегда уделяет особое внимание. В прошлом году этой теме был посвящен семинар совещания. Однако сегодня ситуация в сфере миллиараций далека от вдохновляющей, резюмировал глава государства. Потому разговор в критическом тоне. Правительству предстоит устранить недоработки. Уже год, как состоялось торжественное открытие уникального масштабного производства БНБК. Мы в свое время, да и сейчас гордимся этим производством. Для старта его работы были созданы все условия. И мы договорились, что будем всячески поддерживать этот проект. Однако по представленным документам вижу, что дела обстоят не совсем так, как мы планировали. Комитет госконтроля, которому было порушено проревизировать серьезнейшим образом ситуацию БНБК, докладывает, есть существенные недоработки и проблемы по загрузке мощностей завода с быту готовой продукции. Все это негативно влияет на финансовые показатели БНБК. Хотелось бы услышать от правительства четкий алгоритм устранения всех имеющихся недоработок, обеспечения финансовой устойчивости в работе предприятий. Правительство ссылается на высокий износ техники, отсутствие проектной документации и предлагает сконцентрироваться на культуртехнической мелиорации. Однако президент не приветствует инициативу, ведь она предполагает совершенно другое обращение с землей и напоминает о стратегической причине работ по восстановлению. Вторая АЭС – внушительные запасы и новый бюллетень. С июля 2024 начнет действовать другой порядок назначения больничных. С чем это связано? Громкие итоги недели дали в специальном обзоре. За 11 месяцев ВВП Республики вырос на 3,8%. Объем – 198 млрд рублей. Главным двигателем остается промышленный сектор. Не отстают торговля и строительство. Показатели экспорта на 11-летнем максимуме. Эффективная работа экономики увеличила рост реальных доходов населения на 6%. Зарплаты прибавили почти 11. Пенсии по возрасту – более чем на 12. С июля 2024 начнет действовать новый порядок назначения больничных. Теперь минимальная сумма будет рассчитываться из наименьшей зарплаты. Также размер листов нетрудоспособности увеличится для тех, кто работает 10 и более лет. Реформа позволит снизить нагрузку на бизнес и количество ошибок бухгалтерских служб при расчете бюллетеней. Торговые объекты запасли все необходимые товары на праздничный период, сообщает Март. Этот вопрос на особом контроле. Покупателям будет предоставлен большой выбор. Акцент делается на кондитерских изделиях, напитках, ингредиентах для салата оливье, различных копченостях, морепродуктах икре. Минэнерго Республики не исключает строительство второй АЭС. Первая станция совсем скоро будет обеспечивать 40% потребности страны в электроэнергии. Этот показатель может измениться, так как потребление растет с каждым днем. Необходимо прогнозировать, как будут развиваться электротранспорт, промышленность и другие отрасли. Отечественные санатории увеличили годовую выручку на четверть. По итогам 2023-го она будет на 30% выше прошлогодней. Прогнозы специалистов предвещают объем в полтора миллиарда рублей. А количество отдохнувших превысит полтора миллиона человек. Ожидается, что в новогодние праздники здравницы будут заполнены на все 100%. Еще ближе к выборам. В Беларуси стартовал очередной этап избирательной кампании. Началось выдвижение кандидатов в депутаты. Избираться имеют право зарегистрированные в стране политические партии, трудовые коллективы и граждане. Возрастной ценз для тех, кто собирается баллотироваться в Палату представителей – 21, в местные советы – 18. Процедура остается прежней путем сбора подписей избирателей. На сайте ЦИК опубликованы специальная памятка и формы документов. Этот этап электоральной кампании завершится 15 января 2024-го. Депутат должен быть, ну, в принципе, как и все люди – честный, добрый, может быть, понимающий, то есть который умеет, скажем так, войти в чье-то положение, понять ситуацию. Буду голосовать, потому что, ну, я считаю, это, во-первых, мы имеем право, почему бы им не воспользоваться так, и, во-вторых, это и обязанность, наверное, как гражданина Республики Беларусь высказать свое мнение. При голосовании буду обращать внимание на его трудовую деятельность в первую очередь, ну, и об отзывах, на отзывы, кто с ним работал. Будем смотреть, какая политика у нашего депутата, что он хочет, что он может, как он будет работать. Ни одних выборов никогда не пропускаю, все время, и вся моя семья ходит постоянно. 25 февраля 2024 в единый день голосования каждый гражданин примет важное решение. В Бобруйске избиратели получат по три бюллетеня по выборам депутатов Палаты представителей, областного и городского советов. Всего же беларусам предстоит одновременно избрать около 13 тысяч депутатов всех уровней. С заботой о самом ценном. Благотворительная акция «Наши дети» шагает по стране. Инициатива при поддержке главы государства проходит ежегодно уже более 20 лет. Внимание уделяет каждому, ведь в Новый год именно они с трепетом ждут чудес. Гости сюрпризами заглядывают и в Бобруйск. Елизавета Липеева присоединилась к проекту «Добра». Губернатор Могилевской области, председатель концерна «Беллесбомпром», руководство города и предприятий посетили Бобруйскую специальную школу-интернат, где обучаются ребята с нарушениями слуха. Школьники вместе с педагогами устроили театрализованное представление. Дед Мороз, Снегурочка, сказочные персонажи закружились в праздничном хороводе. Детки у нас хоть и особенные, но особенные они в своем ключе. Особенные в спорте, особенные в творчестве, особенные в песнях, в танцах. Нужно к ним находить особый подход, и они к нам где-то какой-то подход находят. Гости приехали с подарками. Анатолий Исаченко вручил денежный сертификат учреждению на укрепление материально-технической базы. Для ребят сладкие сюрпризы, но самое ценное – это внимание, которое уделяют каждому в рамках благотворительной акции «Наши дети». Мы должны воплотить все их надежды, мечты и пожелания. Вот акция «Наши дети» как раз к этому приурочена. Это акция добра, акция заботы. Ни один ребенок не остается без внимания. И самое, наверное, важное и главное, что вот эту акцию уже на протяжении многих лет увлекаются все структуры, учреждения, организации и просто неравнодушные люди. Большая заслуга многих наших коллективов, трудовых коллективов, предприятий, которые входят в состав концерна, с тем, что неравнодушно стараемся посильно оказывать помощь. Чужих детей не бывает, и когда мы все будем относиться к деткам как к своим собственным, тогда и будет у нас такой хороший общий результат. Проект «Добра. Наши дети» пронизывает сердце каждого заботы о самом ценном. Вот уже более 20 лет светлая акция ежегодно путешествует по стране. И в преддверии новогодних праздников заглядывает в гости к тем, кто особенно в этом нуждается. «Много подарков и много гостей. Белаю всем здорово, здесь счастье, чтобы все никогда не болели и любили». «Сказка мне очень понравилась. Были подарки, было очень все интересно». В спецшколе на коррекционных занятиях развивают слуховое восприятие и устную речь. Все кабинеты оборудованы звукоусиливающей аппаратурой, благодаря которой и возможно успешное обучение ребят. Важный компонент – визуализация. Интерактивные доски и умное зеркало способствуют совершенствованию внимания и памяти. «Помогают самые трудные этапы занятия превратить в увлекательную игру. И тем самым провести занятие наиболее интересно, продуктивно, с учетом индивидуальных особенностей ребенка». Учреждение с каждым годом совершенствуется. Когда-то здесь первые 36 детей познавали мир с помощью пяти педагогов. Сейчас порядка 50 профи со спецобразованием занимаются развитием более ста ребят. Большая часть учащихся из Могилевской области, но есть жители и из других уголков Синеокой. «Школа – это дом. Школа-интернат – это дом вдвойне. Поэтому делаем условия такие, чтобы они были приближены к семейным. Чтобы, особенно дети, которые находятся круглосуточно здесь, понятно, чтобы тепло от семейного очага было в каждом уголке нашей школы». Впереди у ребят зимние каникулы, каждый в предвкушении самой волшебной новогодней ночи. И пока мальчишки и девчонки придумывают желание для Деда Мороза и ждут исполнения чудес. Елизавета Липеева, Станислав Чечерин. Итоги недели. Будьте здоровы! В Беларуси до конца года продлена прививочная кампания против гриппа. Для формирования иммунитета после вакцинации необходимо три недели. Поэтому, если позаботиться о себе сейчас, к моменту атаки вирусов, организм уже будет готов дать ответный удар. Специалисты прогнозируют пик заболеваемости с января по март 2024. Дмитрий Николаевич, здравствуйте! По решению Минздрава вакцинация против гриппа продлена до конца декабря. Как оцениваете эпицитуацию в Бабруйске? Активно ли прививаются горожане? Что касается заболеваемости гриппом, по данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно заболевает порядка 1 миллиарда человек. Из них около 8 миллионов человек заболевает сложными, осложненными формами. И от 290 тысяч до 650 тысяч ежегодно умирает. Вроде такая простая инфекция, а какие бывают плачевные исходы. Что касаемо заболеваемости гриппом по городу Бабруйску. 47-й недели календарной мы фиксируем повышение уровня заболеваемости, как оно и прогнозировалось. И в принципе у нас еженедельно, мы мониторируем ситуацию по острым респираторным инфекциям, у нас прирост составляет порядка 13% в предыдущей неделе. То есть заболеваемость растет. Наибольший вклад в заболеваемость на сегодняшний день – это дети. Порядка 58% от всех случаев заболеваний зафиксированных. По иммунизации против гриппа. Это очень важная тема. И вакцинироваться необходимо. Я попытаюсь пояснить, по каким причинам. То есть на сегодня в городе Бабруйске уже прошло вакцинацию порядка 20% населения. Но не только по городу Бабруйску, но и по всему Бабруйскому региону, включая Бабруйский район. Почему это важно? То есть я уже озвучивал цифры в начале, что иногда этот вирус приводит к очень серьезным последствиям. Вплоть до смертельных исходов. И 650 тысяч человек в год – это на самом деле очень большая цифра. А позиция людей, которые не вакцинируются, не дают вакцинировать своих детей, мне не совсем понятно. Но опять же говорю, что 20% населения мы уже привили. Медицинские работники. Никаких каких-то тяжелых форм, тяжелых последствий после проведенной иммунизации зафиксировано не было. Потому что каждый случай тяжелой реакции подлежит специальному расследованию. Таких случаев не было. Это из плюсов. Второй момент. Вакцины используются у нас инактивированные. На сегодняшний день для иммунизации населения используются 4 вакцины, которые есть в городе Бобруйске. Это вакцины для профилактики гриппа. Это Гриппол Плюс, Инфлюак и Ваксигрип Тетра. Это вакцины импортного производства и прививаются ими на платной основе. Две последние, которые я озвучил. Вакцинный состав специально подобран под тем вирусом, с которыми мы планируем встречаться. Это вирус H1N1 группы А. Это вирусы гриппа В. То есть человек, который привит, у него появляется иммунитет. И не факт, что он не заболеет. 100% гарантии от того, что человек не заболеет, нет. Но вместе с тем эффективность у вакцины порядка 80%. Еще в сторону за вакцинацией. Если так говорить, это самый дешевый способ специфической профилактики. Потому что профилактика у нас может быть специфическая и есть общая. Как мы стараемся не заболеть, и как мы себя ведем, принимаем те же витамины, ведем здоровый образ жизни, стараемся не переохлаждаться. В данном случае это специфически направлено для того, чтобы не заболеть конкретной инфекцией. Кто должен проходить иммунизацию в первую очередь? В первую очередь это лица, которые подвержены большему риску. Для кого опасен этот вирус? Первая категория – это лица старше 65 лет. Вторая категория – это дети до 5 лет, у которых еще иммунная система не сформирована в полном объеме. Она только идет в процесс становления иммунной системы. И зачастую для маленьких детей этот вирус может быть очень опасен. Затем лица, у которых имеются хронические заболевания. При возникновении любого инфекционного заболевания, хронические заболевания могут обостряться. И течение их может ухудшаться. Следующая позиция – это люди, которые работают и задействованы в системе жизнеобеспечения. Это наши службы ЖКХ, это наши медицинские работники. Медработники – тоже группа риска, которая подвержена самому заболеванию, потому что они имеют контакт с заболевшим населением. И дальше, если уже так раскладывать, чтобы это было логично, это лица, которые имеют большой контакт, если так правильно будет выразиться, с другими людьми. Это и наши продавцы, это наши педагоги. То есть те, которые по роду своей работы имеют большое количество контактов с другими людьми. И для этих людей это очень важно. По детям. Я озвучивал, что две трети оболевших, чуть меньше, это составляют дети. Соответственно, и прививать – это часть населения необходима. Потому что дети у нас находятся в организованных коллективах. И если один заболевший приходит, то, соответственно, могут заболеть и другие, если у них нет иммунной защиты. Сумма развлечений. Инспекция МНС напоминает о необходимости уплаты налогов для тех, кто надевает сказочный костюм. Новогодние праздники – возможность дополнительного заработка для предприимчивых граждан. Образы Деда Мороза и Снегурочки становятся актуальнее с каждым днем. Для осуществления развлекательной деятельности не нужно регистрироваться как индивидуальный предприниматель. Достаточно уведомить соответствующие органы и оплатить сбор. Сумма, которую нужно внести, зависит от города. В Могилеве ставка 478 рублей, в Бобруйске – 404. Уведомление указывается в виде деятельности, период осуществления деятельности и место, где будет осуществляться эта деятельность. Также необходимо знать, что физическое лицо должно осуществлять эту деятельность самостоятельно, без привлечения иных физических лиц. Тем, кто решит обойти закон стороной, грозит штраф. Более подробную информацию представят в налоговой по месту жительства или в контакт-центре МНС по телефону 189. Зимний вкус. Центральный рынок радует фруктовым изобилием. Серую краску декабря разбавляют апельсины, киви, гранаты и хурма. Выбор достойный цены на любой кошелек. Несмотря на привлекательный вид, главным преимуществом остается кладезь витаминов. Что почем, узнала Юлия Вернер. На прилавках расположились все зимние фавориты. Краснощёки, гранаты, соблазнительная хурма, гроздья винограда, цитрусы различных форм и размеров. За мандарины продавцы просят в зависимости от сорта. Килограмм нежных абхазских обойдётся в 5 рублей 80 копеек. Сладкий клементин выйдет чуть дороже – 7,5. На самом первом месте – это хурма азербайджанская. Невяжущая, очень вкусная, сочная, тонкокожая. Апельсины египетские, сладкие, без косточки. И яблоки. Голден, грушевое, жёлтое яблоко сладкое. И чемпион тонкокожая яблочка. На сегодняшний день самые вкусные мандарины – это клементина, марокканские и абхазия. Берут гранаты у нас очень вкусные. Любители хурмы могут выдохнуть спокойно. Ассортимент на любой вкус и цвет. Ценник не кусается. Килограмм медовой – ровно 6 рублей. Продавцы уверяют – не вяжет. Рядом апельсины на 50 копеек дороже. Большим спросом пользуется и виноград. Стоимость варьируется от 5 до 11. Экзотический гранат тоже нарасхват. Плоды из Азербайджана обойдутся в 7,50 за кило. Мы любим мандарины зимой, лимоны любим и хурму. Ну, сейчас, конечно, хочется хурмы, граната, так как летом этого нет. Но кушаем то, что есть. Отличный внешний вид – не единственное преимущество. Главный плюс сезонных фруктов – витамины. Совсем не обязательно идти в аптеку за необходимыми добавками. Их с легкостью можно отыскать в красных зернах и оранжевых дольках. Также яркость плодов прекрасно разбавит новогодний стол и улучшит душевное состояние. Сезонные фрукты – отличный способ получить зимой все необходимые микроэлементы. Мандарины щедры на витамин С, гранат содержат в себе фосфор и железо, а хурма станет отличным помощником при болезнях печени и почек. В такое время года обязательно нужно запасаться всеми необходимыми веществами. Отсутствие солнца, серость будней и плохое настроение негативно сказываются на состоянии организма. Ситуацию, безусловно, могут улучшить сезонные фрукты. Насыщенный вкус, красочность и польза точно вытянут из депрессии в холодный декабрьский день. Юлия Вернер, Павел Зуев, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Ошибочное решение, массовая эвакуация и шокирующие предсказания. Датские ученые научили нейросеть предсказывать дату смерти. Как это работает? Далее громкие заголовки мировых новостей. Верховный суд штата Колорадо запретил Дональду Трампу участвовать в местных выборах. Согласно Конституции, ни одно лицо не имеет права занимать какую-либо должность на службе США, если принимало участие в мятеже. В штабе бывшего президента назвали это решение ошибочным и пообещали его обжаловать. Несколько тысяч человек эвакуированы в Австралии из-за масштабных наводнений. Все из-за циклона Джаспер, который обрушил на страну затяжные осадки. В некоторых районах за два дня выпало более 600 миллиметров. Это в три раза превышает месячную норму. Закрыт международный аэропорт, отменены все авиарейсы. Стихия ставит под угрозу туристический сезон. Тысячи фермеров на сельхозтехнике перекрыли дороги Берлина. Так они выступают против отмены налоговых льгот. Аграрии требуют от правительства аннулировать решение, так как после его принятия значительно подорожают топливо и техника. А налоговая нагрузка в следующем году вырастет на миллиард евро. Ради акции протеста в столицу Германии съехались фермеры со всей страны. Ученые из Дании научили нейросеть предсказывать дату смерти. Необычный бот анализирует данные о здоровье, образовании, работе, доходах и дает прогноз на будущее. Также приложение может предвидеть проблемы с самочувствием. Точность такой информации примерно 79%. Но в открытом доступе его нет. Рекорд в мире моды. Платье принцессы Дианы продано более чем за 1 миллион долларов. Это в 11 раз превышает оценочную стоимость. Наряд из черного бархата украшают металлические звезды. Дополняет образ голубая прозрачная ткань с большим бантом и поясом. Модельер дорогого изделия Жак Азагурия родом из Марокко. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты Бобруськ-360 и я, Юлия Евтушенко. Новая неделя, новые итоги. Увидимся! Новая неделя, новая неделя, новая неделя.